Слушания начались. Настроение и мнение горожан в нашем опросе. Почему задымилась Тойота? Видео от телезрителей. Выборы от Пятницы ПРО. Капустник зареченских журналистов. Здравствуйте! В эфире экспресс-выпуск деталей дня в студии Мария Морозова. Полчаса назад во Дворце культуры «Ровесник» начались повторные публичные слушания по поправкам в городской устав. Зареченцам снова предстоит решить, стоит ли изменять систему выборов главы города. Напомним, история с отменой народных выборов мэра тянется еще с конца мая. Именно тогда Андрей Кислицын предложил выбирать главу из числа депутатов. Инициативу мэра в июле на публичных слушаниях поддержали зареченцы. Результаты голосования – 121 против 72. Почти единогласно поправки приняли и депутаты. Но это решение народных избранников суд в октябре признал незаконным. В итоге механизм изменения городского устава пришлось запускать заново. Какой позиции зареченцы придерживаются сегодня? Кто должен избирать главу заречного – народ или депутаты? Этот вопрос мы задали горожанам за несколько часов до начала публичных слушаний. Наверное, народ. Я так думаю, они там ханятся с собой, кого хочет, того и выберут. А может, выбранные уже, кто знает. Я не знаю, еще не решил. Я шесть лет не хожу на выборы. Почему? А вот не хочу и все. Я думаю, что это, конечно, народ. Потому что все-таки это все народные. Должны быть выборы, а не каких-то определенных лиц. Ну, если депутаты выберут, а без нас тоже ведь не должно быть. Будем верить депутатам, что они больше нас знают. Во всем этом разбирается больше нас. Депутаты могут свое выбрать, да и все. А люди все-таки, я думаю, что лучше народ должен выбирать. В Заречном районном суде продолжается процесс над бывшим начальником Зареченской ГИБДД. Евгений Устюгов обвиняется в получении взятки, превышении должностных обязанностей и фальсификации документов. Напомним, по материалам следствия, в январе этого года Евгений Устюгов получил взятку в размере 80 тысяч рублей от гражданина за возврат водительских прав. Также, по версии следствия, бывший начальник ГИБДД замешан в фальсификации документов, привлекал невиновных граждан к административной ответственности. Сам обвиняемый свою вину отрицает. Заречный районный суд сегодня продолжил допрашивать свидетелей, а их по делу проходит около 20. Съемочную группу в зал судебного заседания снова не пустили. И сегодня же стала известна примерная дата вынесения приговора Евгению Устюгову 7 декабря. Горожане продолжают снимать на камеры мобильных телефонов все необычное, что происходит в Заречном. Сегодня городской репортер стал очевидцем работы пожарных, пытавшихся найти причину задымления припаркованной у поликлиники «Тойоты». Автомобиль задымился в утренние часы, когда у медсанчасти скопилось достаточно много людей. Как нам стало известно, пожарных вызвал прохожий. Незамедлительно подоспевшие огнеборцы расправили рукава и вскрыли капот. Однако вода не понадобилась. Оказалось, что под капотом дымился утеплитель, так называемое одеяло для двигателя. Пожарные легко справились с возгоранием и уехали так, кстати, не дождавшись хозяина автомобиля. Впрочем, последнему предъявить все равно нечего, поскольку инцидент обошелся без печальных последствий, в том числе и для самой машины. За что хозяин «Тойоты» без сомнения должен быть благодарен и неравнодушному очевидцу, и пожарным. Детализированный Заречный теперь доступен в международной системе навигации. Программа «Сити Гид» выпустила новые версии своих карт. В списке территорий теперь значится Свердловская область, в том числе и наш город. Об этом сообщила накануне информагентство «Позишн Ньюс». «Сити Гид» – автомобильная система GPS-ГЛОНАСС-навигации, выпускаемая одной из российских компаний. Эта программа доступна для множества мобильных устройств, а теперь и в новой редакции для Свердловской, Ленинградской, Псковской и Нижегородской областей. Добавлены точки интереса, адресный поиск во многих населенных пунктах и дорожная сеть для мелких поселков. В частности, на карте Екатеринбурга появились съезды на развязке Большакова-Посадская-Московская. Также были детализированы прилежащие населенные пункты, среди них помимо Заречного-Белоярский. Рецепты на кадаиносодержащие лекарства на Среднем Урале могут ввести уже в начале 2012 года. Об этом заявил губернатор Александр Мишарин на встрече с ветеранами, подчеркнув, что правительство Свердловской области решило не дожидаться, когда эту норму примут на федеральном уровне. Минздрав соцразвития России официально введет рецепты на кадаиносодержащие препараты только с середины следующего года. Однако губернатор Александр Мишарин решил этот процесс ускорить. Уж слишком ужасающая статистика. Если пару лет назад аптеки продавали в год 800 тысяч упаковок таких лекарств, то в 2010 году было отпущено аж 7 миллионов. Напомним, кадаиносодержащие препараты наркоманы используют при приготовлении дезаморфина – самого страшного наркотика, убивающего человека всего за пару лет. Между тем, заречная безрецептурная продажа таких лекарств была запрещена еще в августе этого года. Однако о том, что наркопритонов в городе с тех пор стало меньше, пока не сообщалось. Как поясняют в Госнаркоконтроле, крокодильщики покупают необходимый препарат в аптеках близлежащих населенных пунктов. Сразу четыре кандидата накануне боролись за место главы Заречного в клубе «Ривьера». Пародийную избирательную кампанию провели сотрудники «Пятницы провинциальной». В свой очередной капустник они вышли на сцену с девизом «У вас нет выборов, тогда мы идем к вам». На этом капустнике мы постарались просто наизнанку вывернуться, все свои таланты показать. Мы настолько много еще на сцене не выступали, на самом деле. Концерт седьмого по счету капустника продлился более трех часов. За это время на сцене побывали не только корреспонденты и сотрудники газеты «Пятницы ПРО», но и приглашенные звезды. Похулиганить на сцене журналисты решили на актуальную сейчас тему выборов. Зрители должны были понять, каково сегодня приходится избирателям и в какие комичные ситуации порой попадают кандидаты. Это юмористическое шоу разбавляли выступления профессиональных артистов. Зрители увидели танец живота, послушали игру профессиональных лошкарей и музыкантов Свердловской группы «Меланж». Первый раз без фотоаппарата, все замечательно. Я все вижу, не на фотках. Впечатления, как обычно. В общем, весьма неплохо. Весьма неплохо. Ну, есть нюансы, но я думаю, на этом празднике все одинаково хорошо. Просвещать, развлекать, информировать. 21 ноября во всем мире отмечают День телевидения. В Заречном тоже есть кого поздравить с этим праздником. В Заречном тема телевидения актуальна с 1 апреля 1993 года. Именно тогда было официально зарегистрировано муниципальное предприятие «Городской телецентр». Первые тележурналисты местного телеканала учились делать новости в школе BBC. Их репортажи и прямые эфиры заставляли зареченцев прильнуть к экранам. Сегодня городской телецентр дает зареченцам возможность смотреть 50 телепрограмм, в том числе ежедневные программы местного телеканала Заречный ТВ с самыми оперативными новостями города. Мы поздравляем всех, кто работал в телецентре Заречного или был так или иначе причастен к развитию телевидения в нашем городе. А теперь пришло время рассказать о погоде на завтра. Прогноз предоставлен агентством ГИСМЕТИО. Завтра в Заречном будет пасмурно. Ночью температура воздуха опустится до минус 14 градусов. Днем немного потеплеет, столбик термометра замрет на минус 8. Ближе к вечеру синоптики обещают небольшой снег. Ветер на протяжении всего дня останется западным с порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление низкое – 734 миллиметра ртутного столба. 7-11-72 – телефон для неравнодушных людей. Мы по-прежнему принимаем от вас сообщения обо всем, что происходит с вами или вокруг вас. Коммуналка, культура, происшествия – в городских новостях есть место любым темам. На этом экспресс-выпуск программы «Детали дня» завершен. Впереди вас ждет эксклюзивное интервью директора Белоярской АЭС Михаила Баканова и блог коммерческой информации. А мы увидимся с вами завтра. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова